Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Вчера в шашечном мире была знаменательная дата. Исполнилось бы 100 лет со дня рождения гроссмейстеру, шестикратному чемпиону СССР по русским шашкам Зиновию Цирику. Кстати, друзья, интересный факт, что гроссмейстер Зиновий Цирик открыл в русских шашках более тысячи идей. И попытайтесь угадать, вам интересный вопрос задаю, кто занимает второе место по открытым идеям в русских шашках. И, соответственно, третье. Вопрос на засыпку. Через пару дней отвечу вам. Ну и сегодня, друзья, поговорим о мышлении новичка в шашках и о мышлении профи. Чем они отличаются? Первая позиция. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти ничью за белых. Черные. Намного опередили белых в развитии и грозят пройти в дамки и выиграть. Но, тем не менее, в этой позиции белые могут поставить, сделать ничью. Ну, первый ход очевидный. Лучше сыграть. Давайте рассуждать логически. Лучше сыграть на поле f2, чтобы у нас было два варианта для продолжения партии, чем играть h2, и тогда у нас будет только один вариант. Играем, поэтому же f2. Черные играют dc3. Вот здесь, с точки зрения логики, конечно, лучше играть fe3, чтобы у нас опять же было два продолжения. Но, друзья, здесь есть огромный подвох. Показываю решение. На самом деле, ход fe3 быстро проигрывает. Черные красиво жертвуют шашку. И создается известное выигранное положение за черных. Как бы белые не играли, черные связывают шашки белых. Ну, жертвовать бесполезно. Видите, черные зажимают одинокую шашку белых. Соответственно, надо отходить. Тогда черные связывают шашки белых сзади. Шашки очень уязвимы при атаке с тыла. Приходится жертвовать. Ну, и снова получается либо эта позиция, либо так называемое запирание. То есть, вот вроде бы позиция 2 на 2, а видите, сколько подводных камней. На самом деле, ничья ведет лишь парадоксальный, на первый взгляд, ход fg3. Вот здесь уже жертвовать будет бесполезно. Если пожертвовать, белые просто идут в дамки. И это ничья. Если же черные идут на поле g7, вот здесь надо сыграть именно на поле c5. Для чего это делается? Опять же, чтобы у нас было два варианта для продолжения. Если черные ставят дамку на c1, тогда можно пожертвовать в эту сторону. И белые успевают пройти в дамки и достичь ничьей. Если же черные ставят дамку на поле a1, здесь срабатывает так называемый прием перекрытия. Видите, собственная шашка черных мешает своей дамке. И белые спокойно идут в дамки и достигают ничьей. Вот, кстати, друзья, можете показывать это видео теме своих знакомых и друзей шахматистов, кто говорит, что шашки это простая или даже элементарная игра. Что вы скажете после этого видео? Я думаю, что они не решат ни одной позиции из этого видео. В следующей позиции белые начинают и проводят комбинацию. Ставьте видео на паузу, пытайтесь найти выигрыш. Ну, комбинация несложная. Вначале играем hg5. После всех разменов отдаем две шашки и прорываемся на придамочное поле. На первый взгляд позиция кажется ничейной для новичков. То есть у черных две шашки, скорее всего, они прорудутся в дамки. На самом деле это выигрышный этюд Мишина. У черных есть три хода. Если черные играют еf6, тогда просто обрезаем шашки черных по двойнику, и они никуда в дамки не идут. Если же черные играют, допустим, еd6, тогда ставим дамку. И если они отходят, можно напасть еще разок, чтобы не было проблем, и тогда обрезаем шашки черных. Ход по ходу в дамки по большой дороге. Это также легкий выигрыш. Ну и, наконец, главный вариант. Если в этой позиции черные играют, допустим, dc7 или еd6, тут без разницы, и после постановки дамки закрываются, вот здесь самый сложный выигрыш. Ну, у белых единственный ход b7, у черных также единственный ход d5. Снова единственный ход. Надо ограничить шашки черных. Видите, если сыграть неосторожно сюда, то уже черные проходят дамки. Здесь их не остановить никак. Не таким образом. Видите, черные жертвуют шашку и все-таки успевают прорваться в дамки. Куда бы мы ни пошли, они достигают ничьей. Поэтому в этой позиции у белых единственный ход. Надо найти ход дамкой на поле е3. Теперь черные играют cd6. И вот здесь мы снова начинаем соображать. Шашки очень уязвимы при атаке с тыла. То есть нам надо попасть либо на это поле, чтобы атаковать сзади, либо на это поле. И вот здесь выигрывает только, опять же, ход дамки на поле a6. Помните предыдущую позицию? Она очень похожа. Как бы черные не играли, мы нападаем сзади. И если отдают шашку, то зажимаем. Видите, не успевают черные пройти в дамки. Если же черные закрываются, тогда связываем их по большой дороге. И после жертвы снова возникает уже известное нам положение. Как бы черные не играли, они проигрывают. Либо с помощью так называемого запирания. Очень красивая, емкая позиция. Ну и, наконец, настоящий монстр среди позиций 2 на 2. То есть с точки зрения обывателя позиция кажется элементарной. На самом деле это сложнейшая позиция как раз гроссмистера Цирика. Прежде чем решить эту позицию, компьютер, шашечная компьютерная программа успевает перебрать около 800 тысяч вариантов возможных цепочек. Среди этих 800 тысяч вариантов есть только одна выигрышная цепочка. Как найти сильнейший ход? Сделать это очень сложно. Для начала как рассуждают профессионалы. То есть профессионал начинает считать чью пользу оппозиция. Допустим, если я сыграю сюда, значит черная шашка будет держать мою шашку аж 4. Черные ответят на поле Е7 и будет ход белых. То есть обе шашки черных видите по вертикалям держат шашки белых. То есть я понимаю с точки зрения профессионала, что оппозиция в пользу черных. Что такое оппозиция? Это противостояние белых и черных шашек на одной вертикали. Это оппозиция. То есть оппозиция белым невыгодна. Начинаем рассуждать дальше. Если оппозиция нам невыгодна, значит нам надо искать размен. Потому что оппозиция меняется при помощи размена на противоположную. Соответственно если нам нужен размен, значит нам надо толкать шашку G3 на поле E5 в центр и заставить черных разменяться. Ну тут на самом деле черные могут сыграть HG7 или FG7 тут без разницы. Как бы они не играли, занимаем центр. Ну и логически рассуждаем, что шашка в центре конечно сильнее, чем шашка допустим на бортике. Теперь понимаем, что меняться черным бесполезно. Потому что после размена оппозиция изменилась и уже мы выигрываем. Видите? Вот так рассуждают профи. любители просто слепо перебирают все варианты, а профи рассуждают логически. Теперь у черных соответственно единственный ход HG7. Теперь кажется, что черные могут где-то прорваться по правому флангу белых. Инстинктивно хочется сыграть EF2. На самом деле этот ход ничейный. То есть черные играют GH6 и допустим на ход Fe3 не меняются, потому что это снова поражение. видите, белые занимают оппозицию. Но черные в этой позиции неожиданно играют HG5. И после вынужденного хода EF6 они не прорываются по правому флангу белых, потому что это невозможно из-за отбрасывания. Видите? И белые побеждают. На самом деле черные прорываются в этой позиции по левому флангу белых. То есть действуют парадоксально. И белые здесь победить не могут. Черные успевают пройти в дамки. Буквально одного темпа не хватает белых до победы. То есть профи это все в расчетах видят и понимают, что не надо вести шашку на правый фланг, надо вести наоборот левый, чтобы предотвратить прорыв по левому флангу. То есть он играет опять же ЕД2. Черные играют ЖА6 и здесь надо найти сложнейший ход ДЦ3. То есть с точки зрения обывателя этот ход парадоксальный, но с точки зрения профи, который глубоко вник в тонкости позиции, этот ход сильнейший и только он ведет к победе. Теперь снова меняться бесполезно, потому что мы успеваем занять оппозицию, загнать черных на бортик и легко выиграть. Если же черные не меняются, а пытаются прорваться, здесь они уже видите, после захода нами влюбки, они здесь прорваться не успевают по левому флангу, поэтому приходится прорваться по правому. Но это легкий выигрыш, то есть сюда нельзя, потому что мы отъедаем шашку черных, а если черные играют на поле Ж3, опять же надо сделать единственный ход. на поле Б6 и после того, как черные играют на поле H2, белые запирают дамку черных и это победа белых. Вот так, друзья, отличается мышление новичка в шашках и шашечного профи. Ну а супер профи, конечно, знают уже заранее все эти позиции, они изучают их по книгам и поэтому они здесь уже играют просто по памяти. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поставить Лукаса и подписаться на канал. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной бозг. Спасибо за просмотр!